Эта библиотека в селе Иваново Ковровского района не просто хранилище книг. Из-за отсутствия дома культуры местная библиотека стала для селян не только центром духовного развития, но и местом для общения, при этом не только реального, но и виртуального. В библиотеке должно быть что-то, чего нет дома. То есть должны прийти, вот предположим здесь 100%, они здесь играют с молодежью, монополию. У них здесь есть Wi-Fi, вот из технологии, да, то есть можно прийти своим планшетникам. Все это удалось сделать благодаря реализации проекта модельной библиотеки. Здесь несколько зон для детей, пенсионеров, релакс-зона. А еще тут у нас игрушки, и дети тут у нас и сидят играют, и в лото, и в шашки, и в какие-то там игры. Чего-то такое играют, кто-то сидит читает, кто-то в это же время сидит за вот этим большим столом, уроки делает. При этом основные функции библиотека не перестает выполнять. Выдавать книги стало удобнее за счет использования единого электронного каталога. Пользователь где-то, допустим, вот в этом селе хочет получить какую-то книгу. Он смотрит этот каталог, и там отражено местонахождение этого документа. То есть и там он уже думает, либо он может доехать и взять эту книгу, либо он может заказать ее по МБА. А это библиотека в Мелехово специально для детей и молодежи. Здесь чтение еще и пропагандируют различными акциями. Одна из них читаймер, когда дети за определенное количество времени чтения получают соответствующее время для игры на компьютере. Но в основном, конечно, достижения современной техники используются для более полезных нужд. В библиотеке организованы скайп-консультации для родителей. Встречаемся по четвергам в определенные часы, да, и вы консультируете наши родители по психологическим и правовым вопросам. Библиотека в Первомайском работает больше с пенсионерами. Здесь и литература соответствующая есть, а с недавнего времени и компьютерные курсы. Сейчас мы с тобой поговорим прежде всего о том, как работает текстовой редактор. Текстовой редактор. У нас программа Word. Вот значок Word. Открывай. Два раза. Левый. Всего в Ковровском районе 28 библиотек. 24 из них модельные. Но не закончится ли поддержка культурного направления с окончанием года культуры? У нас планы, они ежегодные. Уже на многие годы запрограммировано все. Поэтому мы по этому плану идем, несмотря на то, что это год культуры или не год культуры. Алексей Соков, Александр Мажаров, Шестой канал. До встречи. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова